шалом православный сегодня мы отправляемся большое путешествие по израилю как наверно все догадались что тебя не устраивает да не хорошо все хорошо и даже вот это вот большое путешествие по израиль ну давай отправимся поехали у нас сегодня путеводитель свой собственный личный борис езев польский путешественник доброе утро доброе утро ну хотя бы краткой вот что вот что такое израиль ну да во первых это в первую очередь страна во вторых наверное это некое место где сосредоточено очень много всего там интересного религиозного отдыхательного разного это некий страна симбиоз всего на свете но израиль это только и русалим или это все таки и другие не только и русалим это русалим тель-авив хайфа и лад но очень много городов на самом деле интересных всяческих но прежде чем продолжим разговор подавать посмотрим небольшую видео визитку израиль государство на юго-западе азии у восточного побережья средиземного моря граничит с ливаном сирией и орданией египтом и сектором газа три вопроса которые не встают перед российскими туристами языковой барьер сервис и виза почти четверть населения говорит по-русски обслуживание на высшем уровне и с осени 2008 года виза для граждан российской федерации не нужна страна довольно дорогая бюджет лучше распланировать заранее местная валюта шекели один шекель равен 8 рублям у израильских гостиниц нет звезд вместо них существует система классов это значит что выбирая отель в израиле следует ориентироваться не на число звездочек а на конкретный список сервисов и описание номеров в израиле великое множество разных ресторанов китайских русских французских индийских марокканских и прочих порции как правило большие и за обед вы отдадите порядка 100 шекелей здесь стоит попробовать различные салаты хумус фалафель холодный суп из свеклы гоголь-моголь печеные яблоки и пряники с миндалем что касается транспорта то такси единственный вид транспорта работающий по субботам и в праздничные дни стоит около 3 шекелей за километр плюс 5 шекелей за посадку можно и самому арендовать автомобиль но учтите бензин не дешевый от 7 шекелей за литр и помните по еврейским традициям каждую субботу магазины многие рестораны некоторые кинотеатры и другие общественные места закрыты в этот день также следует воздержаться от курения в общественных местах это может быть воспринято как оскорбление и так борис связи в польске нас в гостях говорим мы об израиле как ни странно как выгоднее лететь сам то есть мы сказали да что выгоднее самому слетать потому что вообще в принципе израиль дорогая страна на билетах начинаем уже экономить через интернет заказывать но в основном да я понимаю что рекламировать какие-то сайты нельзя и знаю вот но если лететь из екатеринбурга напрямую без всяких пересадок то это но наверно 20 тысяч 15 20 тысяч рублей если через москву лететь то может быть где-то подешевле надо смотреть в израиле по сути сезон он почти всегда не сезонное время это там может быть январь только где-то еще и середина лета потому что нормальный человек там начинает плавиться как сырок в это время температура там по 45 лет с пересадками лететь экономия значительные получается или можно даже не задумываться ну по-разному можно иногда бывает а билеты в мою там я летал последний раз из москвы у меня билет обошлись в 10 тысяч рублей то есть два раза это очень хорошо что касается территории уже так меня виктор подколол что большое путешествие по израиль размером примерно со свердловской области стража давай бринский пример например сколько нужно времени чтобы объехать у страной не говорю посмотреть объехать объехать но при желании можно за сутки объехать сутки полтора суток где где-то так можно поехать с южной части до северной поместью на дорогах проведет через все страну например можно поехать ну израиль вытянутый. Он вытянутый, по сути, то есть объезжая вот по этой дороге, чуть-чуть где-то виляя, можно объехать все основные центры. А если останавливаться, посмотреть много всяких разных достопримечательностей? Можно и 40 лет. Ну да. Товарищ Моисей справился с 40 лет. Ну так все-таки, то есть надо машину брать? Или можно каким-нибудь общественным транспортом? Машину дорого брать, на самом деле. Бензин взряли дорогой. Он где-то получается... 7 шекелей, я вчера смотрела. 8 шекелей, 1 шекель — это 8 рублей. Если брать, то 8 шекелей стоит бензин. Плюс система развязки устроена так, что черт голову сломит. Да, тяжело. Тяжеловато, да. Проще, на самом деле, на общественном транспорте автобусы и поезда, они везде ездят. В любом городе крупном. Можно брать карточку, такие продаются, по-моему, картесья она называется, которая действует на определенное время на все виды транспорта. И можно просто... Так дешевле будет. Жить. Гостиницы или апартаменты? Апартаменты. Однозначно. Гостиница очень дорого. Безумно дорого, ввиду того, что... От 400 шекелей начинается где-то нормальный номер без вот таких тараканов, без всего этого, вот таких крупных. Ну, нормальный номер где-то... Две с половиной? Короче, 15-20 тысяч рублей может доходить в сутки номер. А, ой! Стоимость. Серьезно, абсолютно. То есть, бывают и такие номера, это пятизвездники, конечно. А если найти таракана там? Ну, счастье и удача. Скажут, какая-то кижалость. А апартаменты? А апартаменты... Ну, где-то 60-80 долларов в сутки можно найти. Хорошие апартаменты, не хуже, чем гостиница. И вдвоем, втроем там можно сосуществовать. Заходить десятером. Супер. Через интернет тоже все заранее? Или приезжаешь с багажом, встаешь и... Ну, во-первых, с багажом можно сделать, это тоже не проблема. Но лучше через интернет. Есть даже в Израиле система, некоторые гостиницы, они не гостиницы, они распродают свои номера и делают их как бы квартиры. Получается, это квартирный дом в виде гостиницы. Есть консьерж. Вот. И, по сути, тот же самый сервис, только ты покупаешь квартиру. То есть снимаешь. Очень удобно. Местные жители меня интересуют. Местные жители? Евреи разных национальностей. Ну, говорят, что очень колоритно. И вот мне интересно, первое отношение к иностранцам, которые приезжают. Все-таки туристическая страна, так или иначе. И арабы, говорят, там ведут себя по-разному. Ну, начнем с того, что там иностранцев настолько много. Очень много французов. Очень много итальянцев. Иностранцев много. И очень многие приезжают по религиозным соображениям. Все-таки это не только туристическая. Это все-таки еще и религиозный центр. Иерусалим и так далее. С арабами отношения, ну, не сказать, что это очень чувствуется. Есть натянутые. Друг о друге они хорошо не говорят. Ни евреи, ни арабы. Но, как таковой арабо-израильский конфликт на туристическом уровне, он не чувствуется никак. Он где-то чувствуется наверняка на границах. Вот. Но, в принципе, да, есть солдаты, которые постоянно ходят израильские. Они... И страна находится постоянно в режиме, там, ну, военной готовности. Да, но считается одной из самых безопасных стран. То есть для туристов безопасно. Абсолютно. А с точки зрения еды, она безопасна? Там что можно есть? Все ли можно есть? Хумус. Хумус, в первую очередь, который небезызвестный уже, распиаренный в разных фильмах. Хумус, фалафели, шакшука. Это... То есть чего-нибудь настолько экзотического? Оно не очень экзотическое. Я тоже думал, что это экзотические названия, но когда попробовал, понял, что это просто вкусно. Это не очень остро, не очень пряно. Это просто приятно. Пожалуй, у нас здесь его нет. То есть с больным животом... Кстати, нет. Надо продвигать. С больным животом не упадем. От хумуса, от фалафели. Нет, если фрукты будете кушать потом... Немытые. Немытые, да, то все возможно... Так, кроме немытых фруктов, что можно посмотреть, чтобы почувствовать колорит? Где надо обязательно побывать? Что посетить? Вот самое интересное, что в Израиле такое место уникальное, в каждом городе есть свой определенный колорит. Во-первых, нужно посмотреть обязательно в каком-либо городе синагогу израильскую, настоящие древние и старые синагоги. А у нас вот тут... Пускают вне зависимости от первоисповедания. Абсолютно вне зависимости. Есть определенные критерии, когда не пускают, когда нельзя заходить, когда молитва и так далее. По-разному. Есть же, когда нельзя женщинам заходить в мужскую часть, и там мужчинам в женскую. Ну, это отделенные критерии. Естественно, посмотреть Иерусалим как центр соединения всех религий практически, особенно храм Гроба Господня, и православие, и орден топлиеров, и даже католики, и иудаизм. Все в одном месте. Там очень много. Перечислять бесконечно можно. Плюс, естественно, Израиль — это целое побережье, где идет как бы Средиземное море. Можно в любом городе, естественно, покупаться. Если говорить про клубы, то это Тель-Авив. Это самый крупный тусовочный город Израиля. Или Эйлад, например. Это Эйлад, это скорее такой Египет-Турция вариант, примерно. То есть там отели, тусовки, и нет ничего такого эмоционального, может быть, эмоционально богатого. Просто дорогой курорт. А если смотреть крупные города, то Мертвое море и так далее. Мы видели просто в самом начале фотографии, как-то не стали на них заострять внимание, заповедники, сафари, потрясающей красоты. Животных прямо так можно видеть. Вот прямо как тебя сейчас видим. Это как-то негуманно, сафари и животные. Нет, там же сафари, в смысле, не причиняя вреда. Нет? Нет, ну можно и причинить вред. На самом деле сафари, там не все животные я бы стал трогать, с точки зрения безопасности. Но они есть. Вот в Тель-Авиве есть сафари. Он не очень большой, но есть. Есть различные заповедники, есть различные резервации для животных. То есть там можно даже, опция такая, есть такой заповедник, где можно самостоятельно покольцевать птиц. Там едет такой вагончик, он похож на сцену театра, там боком стоит. И просто там очень смешная была картина. Ехала машина, вагончик, и куча китайцев отъехали боком и смотрели на птиц абсолютно без эмоций. Не знаю, мне кажется, это очень красиво. Просто у нас, наверное, разное понимание. А сафари сейчас вы мне объясните за кадром. Спасибо огромное за такое путешествие виртуальное по Израилю. Думаю, многих мы вдохновили, да, Виктор? Да, меня, по крайней мере, тоже вдохновили. Борис Юзеф-Польский сегодня нам рассказывал, как правильно предшествовать по Израилю, что там надо посмотреть. Ну а сейчас Ирина Росинская скажет, как помочь адаптироваться ребенку к школе. в школе.